Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я Индира Есенова, художник-дизайн студии Золотое Руно. И сегодня я представляю вам продолжение музейной коллекции картину «Вид на озеро Молдина» замечательного художника Григория Сороки. Отец Григория Василий, сын Савельев, был крепостным помещиком Милюкова. Забавное птичье прозвище мальчик Гриша получил за бойкий непоседливый нрав. Каким был Григорий на самом деле, мы уже никогда и не узнаем. Вот только прозвище потом перешло в фамилию. Сорокиными стали и потомки Григория. Для нас же, кто хоть как-то знаком с его творчеством, звонкое имя собственное Сорока стало ярким символом, который едва ли уйдет из памяти, если даже наспех пролистаешь страницы судьбы художника. Жизнь крепостного художника Григория ему не принадлежала. И, может, свободу он почувствовал лишь тогда, когда стал учеником знаменитого Алексея Венецианова. А пришел Григорий к учителю уже взрослым юношей, ему было 19 лет. К тому моменту хозяином семьи Григория Сороки был уже сын Милюкова Николай. Вряд ли Николай Петрович Милюков представлял себе, что среди холопов его живет художник, чьи картины станут потом национальным достоянием. Крылатая фраза художника обидеть может каждый – это и об отношениях барина Николая Милюкова и крепостного Григория Сороки. Григорий Сорока был в числе тех, кто требовал у хозяина вольную. Хозяин же требования никак не удовлетворял. Это мы теперь знаем, что в 1961 году царь-освободитель Александр II упразднил крепостное право. Но вряд ли это об этом в скором событии догадывался Григорием. Сегодня картины Григория Сороки можно увидеть в Государственном русском музее, в Третьяковской галерее, в Тверском путевом дворце. Предполагается, что иконы, написанные Сорокой, а также его великим учителем Венециановым, находятся в храме спасания рукотворного образа в селе Венецианово. Глядя на пейзажи и портреты, написанные им, никогда не скажешь, что создавал их человек судьбы трагической, человек униженный и оскорбленный. В картинах Сороки мы видим благодать и покой, тихую радость, нежные краски. В них словно есть второй план, который не виден сразу. Просто надо пристально вгрядеться и почувствовать сердцем запечатленную жизнь. Дорогие рукодельницы, наша картина выполнена на 18 канве Аида. Размеры ее составляют 45 на 70 сантиметров. Надеюсь, что картина доставит вам удовольствие и украсит ваш интерьер. Всего доброго, до новых встреч!